В паре своих видеороликов по работе над прессом я показал упражнения В одном я показал флаг дракона, упражнение как оно делается на лавке В другом я разобрал работу на ролике и заместительное упражнение, которое замещает полностью работу на ролике И даже прорабатывает мышцы душного пресса лучше, чем работа на ролике А сейчас я хочу показать упражнения, варианты, являющиеся производными от флага дракона, но более продвинутые варианты Первый вариант это работа на скамье с отрицательным углом, соответственно гравитация на рычаге от откинутых ног становится выше Потому что ноги у нас спускаются ниже и уже не с горизонтали поднимать их приходится, а из угла отрицательного Соответственно нагрузка выше, это первый вариант Второй вариант, когда мы еще больше протягощаем ноги специальными манжетами Либо можно на первых порах, у кого уже хорошо получается на горизонтальной скамье, но требует напуска больше То есть вы делаете больше 10 и даже 15 раз Можно просто обуви тяжелые делать Просто надевать обувь и все Казалось бы, ну что ботинки там, да, и кроссовки килограмм весят, даже меньше ног весят На самом деле на рычаге откинутых ног это создает очень хорошее сопротивление И на первых порах это бывает вообще достаточно Вот эти манжеты, то есть каждый манжет нужно весить точно больше килограмма весят килограмм в полтора, да, создает еще большее напряжение Есть разновидность очень хорошая Это попеременные поднимания ног Ну, не сказал бы я, что попеременные, то есть одновременные поднимания ног как во флаге дракона Но в разведенном оксигитальном плоскости положении То есть мы ноги делаем ножницами, не в стороны раздвигаем, а по вертикали И поднимаем весь корпус, но одна нога при этом находится выше, чем за другая Казалось бы, очень похоже, да, как в флаг дракона Очень похоже И казалось бы, может быть, даже легче Потому что одна нога натоткинута, а другая в это время находится выше И, соответственно, создает в проекции гораздо меньше рычаг На самом деле, не совсем так выглядит сам ситуация Дело в том, что здесь очень сильно происходит перераспределение работы мышц С одной стороны, мышцы получаются в более сокращенном состоянии, чем она с другой То есть со стороны конькой ноги они в более сокращенном изначальном состоянии, чем со стороны выпрямленной ноги И получается, что во время старта, когда идет отрыв, более растянутая часть испытывает большее напряжение И получается, что не слабее это будет упражнение А сильнее на сторону растянутой части И нагрузка там получается выше И вот для тех, кто, предположим, флаг дракона поднимает 10-15 раз или даже 20 По переменке будет нагрузка чувствоваться больше Потому что то с одной, то с другой стороны будет нагрузка не в два раза выше, но в полтора-то точно А можно просто подход делать, когда одна нога все время выше Или подход, когда другая нога все время выше Сейчас я покажу вам как раз, как выглядит упражнение Зачем я без ничего выхожу? Выложитесь на лавку Выцепляетесь и делайте следующий момент Видите, как я лежу? Уже сразу у меня не переразогнутое тело, а уже немножко согнутое Потому что ноги на полу, на лавке, получаются углы выше То есть мне не надо, а переразгибы вести И поэтому воздушно-поясничные мышцы почти выключены Вот ногу вот поднимем И не надо Ну это я для наглядности, да, показал То есть в десять раз Так-то реально мне приходится делать намного больше Потому что без отягощения мышцы хорошо натренированы Поэтому обычно я надеваю манжеты На сегодня как раз у меня тренировка пресса В том числе Надеваю манжеты Хорошая, кстати, вещь Сейчас это стало настолько все доступно Раньше что-то выдумывали, сами себе шили Карманчики какие-то там В них какие-то железяки напихивали Сейчас вот все Вот Я надел Вот они Манжеты Представляете Каждый манжет весит Ну это полтора-два килограмм Сколько это на рычаге сразу добавляет, да? И точно так же Можно делать либо флаг дракона На сковье На сковье прям Ну так хинутый С отрицательным углом Где-то так Это совсем уже другое Во-первых, угол такой, еще манжеты Это не на горизонтальной скамье делать Сам я больше двадцати раз не сделаю Если правильно делать Либо с попеременным Как я до этого показал С отрицательным углом 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 Ну вот, как-то так Друзья Считаю эти упражнения Одни из самых эффективных Как в проработке пресса вообще Так И как прикладного назначения Для файтера Специальная физическая подготовка для файтера Для бойцов Почему? Потому что пиковая нагрузка В таких упражнениях приходится на фазу Когда мышцы брюшного пресса Растянуты Или чуть сокращены То есть корпус не согнут Что и происходит во время реального боя У файтера мышцы пресса Напрягаются Не в согнутом состоянии Не когда плечи приведены до коленей Когда он полностью согнулся А когда он находится в стойке Максимум он может сжаться Сжать межреберные промежутки Как меха баяна В гармонии Но не больше Сильно сгибаться не надо И в этот момент он либо принимает удар в живот Держит его Либо сам наносит удар И у него идет пиковое сокращение мышц брюшного пресса И мышц кора вообще Поэтому именно в этом положении мышцы должны уметь напрягаться максимально сильно Что в этих упражнениях и происходит Поэтому они для файтера наиболее полезны Все, всем салют А с вами был я Михаил Шилов Автор проектов www.shin.ru www.makivara.ru www.vodoblog.ru www.drshilov.com Обязательно подписываемся на мои каналы На моих сайтах подписываемся Оставляем комментарии Готов ответить на вопросы Кто-то поспорить хочет Ради бога Но с одним условием Я готов обсуждать любую критику Если вы даете ссылки на свои видео И показываете, как вы работаете сами Не люблю критиков Теоретиков Люблю диоретиков Но те, которые являются практиками Теория без практики мертва Практика без теории глупая Когда есть и то, и то То все работает А вам удачи, друзья Всем салют Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!